Всем привет, с вами Мосс, и это триумфальное возвращение рубрики Футлайф. Я знаю, многие ждали этот новый выпуск, и для вас, ребят, я подготовил целые жирные ломоть, полезные не только инфы. Ну, во-первых, я покажу свой основной состав, которым играю в Элке, отдельно пройдемся по игрокам, и эта команда на минуточку стоит больше трех миллионов монет, поэтому во второй части ролика я расскажу, как без доната я сколотил внушительную сумму, как я заработал на этих игроков, и расскажу об одном из самых ненапряженных, а и одном из моих любимых, на самом деле, способов этой рейдинга, с помощью которого я сколотил уже где-то порядка миллиона, при этом абсолютно не залипая в онлайне. Приятного просмотра! Друзья, если не хватает золотишка на паке и крутой состав, обращайтесь к продавцу монет Ване Мухину. Выгодный курс, быстрая доставка и, главное, надежно. Ну, а если наоборот надо продать монеты или аккаунт, Иван купит их у вас за рубли. Ссылка в описании ролика. Повесть о том, где был, что пил, на подробности с Купа. Весь декабрь и январь я не совался в окаянную уикенд-лигу, но вот вам, если хотите быть в игровом тонусе, такие перерывы делать не советую. Рубиться потом будет сложнее прежнего. Так или иначе, в клуб любителей почем зря угробить выходные, я вернулся в феврале. Не ради титулов и наград, а скорее по-настоящему боевого теста моего нового основного состава, который на этот день стоит примерно 3 миллиона 300 тысяч монет. Команда представляет собой по уму допиленную сборку из видоса «Лучший состав за миллион». Чтобы понять, на что способны эти ребята, вот вам выдержка из не самого зрелищного, но весьма показательного матча с более-менее равным по скиллу соперникам. Состав попался такой вот типичный, скромненький, ничего особенного. Ставим против этих бронзовых бичей старую добрую узкую 4-2-3-1 и до середины первого тайма знакомим соперника с оборонительными навыками Варсалька и Милинка Вячесавича. Атаки элитных буржуев запарывались, не доходя до нашей штрафной. А вот у Дехея какая-никакая работка была. Жара у ворот Самира случилась лишь на 22-й минуте после нелепого обреза. Но главный читер Фифы самым непостижимым образом пальнул вместо ворот по фанатам Барсы на верхнем ярусе трибун. Ну а вот вам показательный момент, почему я люблю фактурных страйкеров. Не каждый день увидишь, как праймовый Фердинанд разбивается о форварда в лепешку. Вообще сопернику надо отдать должное. В отличие от некоторых, он обрезов на своей половине поля не допускал и цементом держал центр. Вьера и Тотиканте всячески тому способствовали. Весь первый тайм счастье у чужих ворот приходилось искать на флангах. Пара навесов зашла хорошо, но испанский осьминог был безупречен. И на перерыв мы ушли с бубликами на табло и очень прикольной статой. Эти цифры лучше любых слов расскажут о степени годности нашей обороны. Во втором тайме ситуация не изменилась и СОП запросил паузу. Не вопрос, но перед этим сообразим банку. Очень долгий, осторожный и нудный раскат приводит к тому, что Перешич получает мяч в убойной позиции и спокойно слевой кладет финес в нижний угол. В паузе меняем подуставшего Дибалу на Лозану и продолжаем гнуть выбранную линию. Первый удар в створ сопернику удался только, вдумайтесь в это, на 60-й минуте. И наш ответ на самом деле был куда опаснее. Если бы не ДХ, это была бы вторая банка и, скорее всего, рейдж-квит. А так соперник продолжил давление, и атаки у него мало-помалу начали получаться. Но Бенатья вручную выставлял блок в, казалось бы, уже пропуканных ситуациях, а Врсалька забирал воздух у куда более рослого мохнатого голландца. Ну а в нападении отчаяния остальных рубился Перешич. Вот, казалось бы, после неуместной вертушки мяч потерян. Но сразу раз отбор, два отбор, и опять спасать ситуацию приходится Давиду. Что до нашего кипера, он сделал лишь один сейв, но зато какой важный. Счет в итоге не изменился, и после игры мы даже перекинули соперникам пары слов. Он поделился размером задоначенной суммы, рассказал, что обычно берет Элиту 3 в Велке, и признался, что мой состав был одним из самых нетипичных и неприятных, против кому ему доводилось играть. Прежде чем подробнее разобрать игроков, у меня небольшое объявление. Если вы хотите немного отдохнуть от Фифы, зацените контент моих хороших друзей в реальной жизни. Парни из Вальгалы, мои коллеги по телеку, они же мои ровесники, и видосы пилят тоже не детские. Качество, стиль и юмор, все на должном уровне. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, а в общем, поддержите моих корешей, а значит и меня самого. Ну а теперь обратно к нашему составу. С Хандановичем все ясно. Я слышал разные истории, но конкретно у меня Самир регулярно вытаскивает мертвые мечи. Ну и ап до 90 у него, считай, в кармане. Центр защиты из оперы фиг пройдешь. Тоти Банучи вообще отдельная история, на него был подробный обзор, а выбор между Кьейлини и Бенатьюй 87 был довольно оперативно сделан в пользу последнего. Почти по всем показателям он чуточку лучше, если что на 90 минут стамины ему хватает. Края обороны едва ли не лучшие, что сейчас вообще есть в Фифе. Особенно впечатлил купленный за гроши Врсалька, который, несмотря на средний ворк в Дев, всегда успевал в оборону, благодаря физухе грабил мечи у всяких крирообразных, ну и в атаку, если прибегал, то не косячил. Сколько банок с его навесов забили форварды, не сочетать. Даже лонгшоты у Хорват, как видите, вполне себе. В полузащите троица супер универсальных ребят, которые умеют почти все. Про Тоти Модрича подробно не буду, опять же есть отдельный обзор, а вот о Пьяниче и Савиче словцу замолвить стоит. Для начала Миралем. Прекрасные передачи и лонгшоты, хороший дриблинг, 4 звезды на том и на сём, а с тенью ещё и достойный отбор. Хромает только физика. Посмотрим, изменится ли как-то ситуация, если он получит апгрейд до 88. А вот Миленкович Савич без всяких но зашёл на ура и отправил на банку чертовски годного Алана 83. На то есть весомая причина. Не самой габаритной полузащите нужен хотя бы один Товгай. И брат и серб как раз бюджетные и, поверьте, разумные альтернатива Пяти или даже Вьеры. Боркрейты, да, не оптимальные, но с указанием стоять сзади Савич реально держит позицию. А если надо отыгрываться, смело отправляется вперёд и сметает всё на своём пути. Что касается нападения, давайте сразу так, чисто бегунки не мой стиль. Форварды мне нужны были максимально быстрые, но при этом с четвёркой на финтах и одновременно ростом и корпусом. Возможно, Перешич 86 уже набил вам москомину, но это самый стабильный и на минуточку самый результативный игрок этого состава. Головой, ногами, издали в штрафной Иван закатывает что угодно. Бэйл очень похож, очень хорош, но у него лишь троечка на слабой ноге. Ну а Дебала стоит на ФРВ чисто ради сыгранности. Царь Финнесов при перестроении опускается на ЦАПа или вообще уходит на левый фланг. Про перестроение на самом деле важный момент. В зависимости от схемы и состава соперников, эту команду благодаря универсальности можно перестраивать как душе угодно. По умолчанию я играл узкой 4-2-3-1 с Бэйлом на страйкере, супербыстрыми и техничными крайними ЦАПами и Мажором Модричем по центру, которому неплохо дать вказание возвращаться в защиту. Ну а связка ЦОПов из Пьянича и Савича может не такая грозная, как Ера Гулит, но в меру надёжная. Ну а если смотреть чисто по игрокам, самое прикольное будет просто поднадоевшее лично мне узкое 4-1-2-1-2 с Громилой Савичем в опорке, двумя универсальными ЦП, техничным ЦАПом и зубодробительной мясной парой форвардов. Что до любителей фланговой игры и навесов, ну ура зайдёт старая добрая 4-4-2 с Дибалой на ЛП и Модричем на ПП. В последних несколько матчей, к слову, я играл именно так. Ну и пара слов о бестах на замене. Тут сразу три Супер САПа. Лозана 84, того же рейтинга Бен Едер и, если надо укрепить оборонительные редуты, Аллан 83. Любопытно, что почти все информы в этой команде получат февральский апгрейд. Причём Савич, скорее всего, хапнет плюс 2, станет 87 и превратится совсем в монстра. Единственное, как по мне, что ещё можно улучшить, это убрать либо Дибалу, либо Пьянича. Ребят по факту дублируют друг друга, ну и на освободившееся место поставить Блана, Пяти или Биру. Вот так оно будет вообще как надо. Теперь пора поведать о том, как без залипаний на трансферном рынке и отсутствии дохода с Уикенд Лиги, я собрал золотишко на такой состав, имея сверху полторы тысячи продаваемых ребят в клубе и лям с третью наличкой. Во многом это заслуга информов. Во-первых, обратите внимание на ценник, по которому я покупал этих ребят. Сейчас они стоят как минимум в полтора, а то и в два с лишним раза дороже. В общем, если ищете играбельных цветных молотцев себе в состав, брать, а точнее снайпить, их лучше всего из текущей команды недели. Особенно если выходит какой-нибудь ИПК с наградой в виде информа, ну или просто всякие СБЧ, которые заставляют народам массово открывать паки. По такой же схеме, если есть свободные монеты, можно закупиться по минималке любыми информами с рейтингом 81 и выше. Вот, например, трое хлопцев из уходящей КН, купленные по 10к за штуку. Через две недели они без проблем уйдут за 14. Еще лучше ловить по минималке или около того информов с рейтингом 82, но особенно из АПЛ. На одной из недель я собрал выводок аж из 9 анди-керолов, каждый из которых принес 70, а то и больше процентов профита. С более высокими рейтингами сложно, их по минималке выловить почти нереально. Но даже за условные 13-15к можно попробовать взять парочку. Спустя неделю их ценник, как правило, подбирается к 18, а через две недели к 20 кускам. Еще один способ навариться на команде недели, это купить перед ее выходом обычные карточки ее фигурантов. Тут надо целиться исключительно в представителей ходовых лига наций, которые нужны для СБЧ. В течение 7 дней эти игроки не будут падать в паках, а значит спрос и цена неизбежно вырастут. Продавайте на фиге прайса и получайте профит. Все эти способы, как понимаете, не самые быстрые в исполнении, но достаточно безопасные. Скажу так, после покупки двух тоттик себе в состав, налички у меня оставалось менее 300 тысяч. И вот так, не спеша, шаг за шагом, за месяц у меня потихоньку собрался еще один лям. Да, это заслуга не только манипуляций с информами, но способ реально неплохой и главное не напряжный. Но остальную часть навара, как всегда, принесла своевременная продажа балластов клубе под всякие сомнительные ПК. Будь то же ажиотаж вокруг испанцев во время чемпионата в Барселоне или недавнего выхода СБЧ на синего японского Криштиану. Так что не ломитесь собирать челленджи, как только они выходят. Посмотрите стоимость сборки, проверьте, кто уже есть в клубе и сравните затраты со стоимостью паков в награду. Зачастую их вообще нет смысла собирать, а вот навариться, распродавая всякий хлам, можно воистину знатно. Вообще в плане торговли, мне кажется, не будет лишним запилить туториал о взаимодействии с приложением, которое позволяет всегда отслеживать стоимость игроков в вашем клубе. И в случае роста цены, там, ввиду всяких СБЧ не только, очень выгодно их продавать. Причем иногда там за 5-7 тысяч уходят какие-то никому не нужные бронзовые деревяшки, но вот так вот сходятся звезды. Я думаю, прошаренные игроки прекрасно понимают, о каком приложении идет речь. Ну, я спрошу у тех, кто не в теме, что это, кто никакими приложениями сторонними не пользуется. Если вам интересна эта тема, пишите в комментах, я обязательно сделаю такой видос. Ну и заодно, опять же, возвращаясь к основному составу, если вы хотите отдельный подробный обзор кого-то из игроков в этом составе, то, опять же, маякните меня в комментариях, я их всегда читаю. Ну и если понравилось это видео, не забудьте влепить лайк. Если вы новый, обязательно подписывайтесь на канал, а ссылку на группу ВКонтакте со всей актуальной инфой я оставлю, как всегда, в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся.